Времени на посторонние мысли Это называется народные гуляния. На них привезли детишек в национальных костюмчиках, которые изо всех сил играли в скакалочку и третий лишний, пока мы не выключили камеру. После этого детей как ветром сдуло. Впрочем, государство берет на себя организацию досуга и отдыха не только на показ гостям. Есть в Хиньяне и целая улица ресторанов. Наверное, длиной около километра. Здесь их десятки и каждый специализируется на приготовлении какого-то одного блюда. Интересно, что работают они только днем, только для обеда трудящихся. И билеты в них нужно покупать, как в кино, в одной кассе и на определенный сеанс. Например, с 12 до часу. Эти женщины – жены младших офицеров. И у них сегодня день коллективного отдыха. Программа такая. Утром в мавзолей, потом ресторан. Вечером – театр. Все, разумеется, бесплатно. Их пригласили сегодня в этот ресторан для того, чтобы в торжественной обстановке съесть лапшу. Но я не представляю, как один человек, а тем более барышня, может съесть такое количество еды. Оказалось, очень даже может. Барышни легко справлялись с огромными порциями лапши, которую почему-то положено подавать холодной. Я, пожалуй, не такой прожорливый, как жена корейского офицера. Поэтому положу себе небольшой кусочек. А, специальные ножницы, чтобы резать лапшу. Отлично. Еда и одежда – похоже, единственное, что корейцам разрешили взять из наследия прошлого в их новый счастливый мир. Ну и еще спорт. Тэквондо в Корее – самый, что ни на есть, национальный вид спорта. В Пхеньяне для него отгрохан огромный дворец. 18 тысяч квадратных метров. Тэквондо здесь даже больше, чем спорт. Это умение защитить социалистическую родину. Боевому искусству учат с детства. С начальной школы. Потом в техникумах и университетах. И даже в обеденный перерыв на физкультурных занятиях, на заводах и фабриках. Дважды в год в каждой провинции отбирают группы для школы Олимпийского резерва. Полгода резервисты живут в этих группах за государственный счет, готовясь к соревнованиям, победителей которых возьмут в национальную сборную. Надо ли говорить, что почти каждый здесь ударом кулака ломает стопку бетонных блоков? Ну а это самое настоящее счастье, которому, как и положено даже корейское государство, отношение имеет небольшое. Свадьба. Как и положено настоящей социалистической свадьбе, она не обходится без фотографий на фоне памятников вождям корейского народа. Ребята, здравствуйте. Поздравляю вас. Я смотрю, ваши подружки-стюардессы. Вы тоже были стюардессой? И однажды Хань летел на самолете в командировку. Вы ему принесли кофе, он увидел вас, сердце его было разбито, и он сделал вам предложение. Правда, что ли? Честно, познакомились в самолете? Я бы на вашем месте поступил так же. Как-то неловко напрашиваться в гости, но, может быть, вы разрешите нам приехать в ресторан к вам? Конечно, приходите, мы будем рады. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Интересно, что вот то, что здесь происходит, это и есть самое настоящее бракосочетание. У корейцев все не так, как у нас. Мы сначала идем в ЗАГС, а потом в ресторан. А они наоборот, идут в ресторан, а потом уже через несколько дней отнесут свои паспорта в какую-то там контору, и им поставят штампы, и совершенно не торжественно их вернут назад через несколько дней. А свадьба – вот она. Свадьбу, правда, празднуют не абы где, а в специальных ресторанах для бракосочетаний, куда обычных гостей в этот день не пускают. В этом, например, в один вечер отмечали торжество сразу девять пар, каждая в своем зале. Заметьте, на празднике нарядные только жених и невеста. Гости приходят в чем угодно, хоть бы даже в рабочей униформе с обязательным значком Ким Эр Сена. Дальше все, как у всех – еда, тосты и песни. Только вместо кольца невеста надела на руку жениху золотые часы. Новая традиция или изобретение этой конкретной пары? Спрашивать было неловко. За здоровье, молодых! Местное пиво, хорошее! Ну, вам подарки уже все подарили, я опоздал, но... У нас говорят, лучше поздно, чем никогда. Да. Подержи пока, подержи, подержи, подержи. Расскажите мне, где будете жить. Ну, а есть надежда свою квартиру получить? Надежда есть. Ну, а жене вы разрешите работать? Конечно, должна работать. Да, должна работать. А как же? И я хотела бы поблагодарить общество за все, что оно для меня сделало. Ну, хорошо, не буду вас больше мучить. Советую вам до любовь. Живите счастливо и долго. Спасибо. Спасибо. А вот в Кессонский парк молодежи не заглянешь вечером с любимой. Отдыхать сюда приглашают. Тоже бесплатно и тоже организовано. Люди колоннами шагают в парк, название которого написано над входом, почерком любимого руководителя. И так же колоннами радуются. Впечатление жутковатое. Но им самим нравится. И все же, очень похоже на то, что помимо той Кореи, которая разрешена к показу иностранцам, есть и другая, скрытая от посторонних глаз. И, быть может, не менее счастливая. Только там все иначе. Когда к власти пришел уже третий по счету Ким, Пхеньян объявил, что продолжает идти верной дорогой Чучхе. Но при этом валютные рестораны в столице забиты битком, а стоянки перед ними уставлены дорогими машинами. Есть здесь и продуктовый рынок, где категорически нельзя даже фотографировать. Зато можно расплатиться валютой, купленной по черному курсу. Говорят, та другая, пока невидимая Корея напоминает Китай лет 25 назад, когда там только-только отдали дорогу несмелым реформам. Быть может, не особенно афишируя, руководители счастливого народа потихоньку перенимают китайский опыт? Если так, то возвращение Северной Кореи из дебри Чучхе будет, конечно, трудным. Редактор субтитров А.Семкин